Высшее бесплатное образование звучит как мечта, особенно если речь идет о втором дипломе бакалавра. И такое может быть возможно. В России разрабатывают законопроект о бесплатном обучении в вузах, чтобы стать режиссером театра, кино и телевидения, дирижером, композитором, литературным работником и переводчиком художественной литературы. Это дает реальную возможность человеку поменять свою профессиональную траекторию в том, что ему нравится, в том направлении, которое ему нравится для его реализации профессиональных планов. Сейчас же россияне ограничены. Либо платят за второе высшее, либо поступают в магистратуру. И чаще всего выбирают смежную профессию. Так, журналистка по первому диплому Елена сейчас учится на направлении цифровой дизайн. Вечный студент, потому что просто любит учиться. Интересно учиться, здорово. Ну а цифровой дизайн почему? Потому что он вокруг нас. Любую сделать рекламу, неважно для своего бизнеса, для чужого, помочь другу, либо оформить страничку себе в социальной сети, нужно уметь это делать. А вот если профессия мечты совсем далека от первой вышки, магистратура не вариант. Так, например, экономист вряд ли поступит на вторую ступень высшего образования в области режиссуры, не имея базовых знаний. Именно такие случаи предусматривает новый законопроект. Однако в самом документе есть важная оговорка. Точный перечень специальностей федеральных вузов, где можно будет обучаться творческим специальностям бесплатно, пока не составлен. И попадет ли главный культурный вуз края в этот список еще под вопросом. Хотя желающих сменить вид деятельности в пользу творчества сейчас немало, говорят в институте. Ну те направления специальностей, которые заявлены, такие как режиссер театра, режиссер кино, переводчик художественной литературы и другие, они не реализуются в нашем институте. Поэтому, конечно, наверное, мы не войдем, вероятнее всего, в перечень тех образовательных организаций, где будет дана такая возможность. По одной из версий, почему этот законопроект вводят, элементарная нехватка культурных кадров. Правда, перечень профессий пока слишком скуден. Зато резко изменить жизнь достаточно. Возможно, за такими переменами жителям нашего края придется ездить даже в столицу. Принимать на такие специальности будут по результатам творческих испытаний. Законопроект одобрен правительством России, но когда вступит в силу, еще неизвестно.